В эфире телекомпании «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Алиса Харлина. Главная тема сегодня. Живые не узнают, мёртвые не проболтаются. Безработная семейная пара похитила секцию ограждения кладбища. Копите на билеты. Около 60 мигрантов уехали домой за свой счёт. Роковая любовь к высоким прическам и погоне за модой. О первом сексуальном маньяке Советского Союза смотрите в рубрике «Дело номер». Сам себя назначил директором рязанской коммерческой фирмы житель столицы, за что попал в криминальные сводки. Мужчина подозревается в совершении экономического преступления. В декабре 2013 года между данной организацией и банком был заключён кредитный договор об открытии кредитной линии с лимитом задолженности в размере 10 миллионов рублей на финансирование расчётов по контрактам. Поручителем по данному кредитному договору выступила одна из рязанских коммерческих организаций, которая и обеспечила исполнение обязательств по кредитному договору, передав в залог банку свои товары, находящиеся в обороте. Когда договор потребовалось продлить и заключить дополнительные соглашения, подозреваемый предложил знакомый, единственному учредителю и руководителю рязанской организации принять его в состав учредителей и назначить шефом. Полученный отказ не заставил оставить саму идею. Подозреваемый сфальсифицировал ряд документов, за что придётся ответить по закону. На днях сотрудники полиции рассекретили ещё один бордель. Под видом сауны располагалось заведение на улице Горького. В ходе проведения оперативных мероприятий в отдел полиции для получения объяснений были доставлены сотрудники данного заведения. В отношении 38-летнего рязанца, работавшего там администратором, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 241 Уголовного кодекса Российской Федерации организации занятия конституцией. С девушками организатору в кавычках повезло. Ни одна не спешит признаваться в том, что за деньги готова была продолжить общение в более приватной обстановке. Ну скажи, кто танцевал? Все мы танцуем сейчас. А мы решили промониторить ситуацию в целом и пришли к мнению, что эта сфера деятельности претерпела определённые изменения. Исчез романтизм профессии. Например, если раньше девочки возвращались с вызова с фруктами, конфетами и цветами, то сегодня чаевых не допросишься и на мороженку. Десятки так называемых фирм по организации досуга живут вольготно, безбоязненно и практически не прячась. При этом благополучно уходят от закона налогов и контроля. Администраторы гостиниц, сауны, такси, как правило, в доле. С рекламой тоже без проблем. Привычный массаж, досуг и в последнее время красивые домработницы легко читаются на страницах газет. А рубрики работы и услуги, оказывается, во многих изданиях выкрашивают в красный цвет не просто так, а по принципу публичных домов, на которые вешают красные фонари. К другим темам. Ничего святого нет для тех, кто уже с утра задался целью напиться. Безработная семейная пара похитила секцию ограждения кладбища. Когда именно созрел этот план, история умалчивает. По словам дамы, инициатором дерзкого ограбления был гражданский супруг. Мы встали в три утра, пошли, взяли часть забора, принесли, сдали женщине. За это нам дали 200 рублей. Мы купили продукты. Судя по всему, злоумышленников мучил не столько голод, сколько похмелье. Мы потратили на выпивку и закуску. Металлическую конструкцию, похожую на ограждение кладбища на Галичинском шоссе, полицейские обнаружили в одном из пунктов приема вторсырья. В 2014 году на приобретение проездных документов для нелегальных мигрантов было потрачено свыше 4 миллионов рублей. За пять месяцев текущего года уже почти 900 тысяч. Разумеется, для федерального бюджета выгоднее, когда иностранный гражданин уезжает в Освоясе за свой счет. Либо авиабилет на родину покупают ему родственники или представители диаспоры. Для России это существенным образом снизит бремя расходов. Вот только в рядах самих мигрантов на этот счет бытуют разные мнения. Апеллируют фактами – все до копейки высылаем домой, семье. Честно говоря, многие и в Рязани давно чувствуют себя как дома. Не торопятся заниматься документацией. И забывают, что с недавних пор церемоний с нарушителями стало гораздо меньше. В этом году таким образом нашу страну покинули уже 57 иностранных граждан. Все они приобрели билеты, естественно, на свои собственные средства. Общая сумма, потраченная на все проездные документы, составила в районе 620 тысяч рублей. Россия ежегодно принимает у себя свыше 10 миллионов мигрантов. Вряд ли такие страны, как Кыргызстан, Украина, Таджикистан, Молдавия, Армения или Узбекистан готовы принять обратно 100-тысячную армию трудовых мигрантов. Как ни крути, и гостям, и хозяевам выгоднее вести себя цивилизованно. И главное – действовать в рамках правового поля. Дружба в рост, так решил 35-летний житель Шиловского района. Но ладно бы, если мужчина просто прервал все отношения с бывшим товарищем. Он в прямом смысле втоптал его в землю колесами своего автомобиля. Напомню, ссора произошла еще в январе. Пьяный обвиняемый сначала избил своего знакомого. В довершение обвиняемый вновь сел за руль автомобиля и несколько раз наехал на потерпевшего. Убедившись, что последний жив, злоумышленник скрылся с места преступления. Потерпевший был доставлен в больницу, где, не приходя в сознание, скончался от полученных многочисленных телесных повреждений. Расследование уголовного дела завершено. Сколько лет обвиняемый проведет за решеткой, определит суд. Старшее поколение помнит, что такое 60-е. В западном мире бушует культурная революция. Америка уже несколько лет сходит с ума. От Пресли в Европе начинается битломания. Вся прекрасная половина человечества оголяет до неприличия изящные ножки. Мужчины начинают отращивать волосы. Одежда пестрит необычно яркими красками и приобретает вызывающие формы. Взрыв культурной революции на Западе настолько сильный, что его отголосок проникает за железный занавес. Социалистические модницы просто помешались на почве всего искусственного. Они и сами не очень разобрались в названиях новых тканей. Нейлон, лайкра, кремплен, винил, дролон и прочие лоны, ланы, лены. Такая одежда считалась удобной и практичной. Еще бы, она не мялась, легко чистилась и стиралась. И самое главное, она была дешевой. Талия в рюмку, туфли на шпильке, укороченные узкие брючки, блузы с высоким воротником, ярко подведенные верхние века, длинные ресницы. Нью-Лук доходит и до СССР. И, конечно, ни одна приличная девушка не выйдет на улицу без прически. Девушки в Советском Союзе часто укладывали волосы только спереди, а сзади уже торчали полурасчесанные перья. В школах проверяли, есть ли начес. Тогда ученицу могли запросто выгнать из класса. Но зато после урока в девочке давали себе волю. Начесывались так, что мало не покажется. Тонны лака и шпильки с бусинами держали целые вавилоны на голове. Даже названия появились – хала или улей. В самой обычной парикмахерской такой шедевр мог стоить рублей пять. В салоне дороже. А потому советские модницы всячески продлевали жизнь своим прическам. Надевали на голову газовые косынки. Ну, вот это уже, конечно, современная интерпретация. Материал был жесткий, достаточно колючий, практически шлемом стоял на драгоценном начосе. Именно такой косынкой в Днепропетровске неизвестный насильник пытался задушить молодую девушку. Она выжила, но о случившейся с ней беде рассказала только подруге. В Советском Союзе сделать изгоем могли буквально за все. За модные предпочтения, музыкальные пристрастия, длину юбки и прочие мелочи. А потому девушки, а их, оказывается, было много, молчали об изнасиловании. Неожиданно в городе Днепропетровске неизвестный маньяк стал нападать на женщин. Первоначально он наносил им каким-то предметом сильный удар по голове. Женщина теряла сознание. И после этого маньяк совершал изнасилование. Девушки оставались живы только при одном единственном условии, если во время изнасилования были без сознания. Как только жертва открывала глаза и видела преступника, ее убивали. Одна из потерпевших подговорила подругу попробовать поискать ее мучителя на улице. Их провожали, с ними знакомились, делали комплименты. Но красивые обаятельные спутники не подходили на роль маньяка. По крайней мере, так казалось. А буквально на следующий день подругу находят изнасилованный и задушенный. Как в романе Патрика Изюскинда «Парфюмер красивых девушек, то и дело находят на улицах города. У каждой из них не хватает одного атрибута. У кого расчески, у кого браслета». Весь город был в панике. Женщины уже боялись выходить на улицу. Шли жалобы и в органы внутренних дел города, и в республиканские, в союзные органы. Появилась версия, что украденные у девушек вещи преступник сдает комиссионки. Тогда это тоже было модно. Даже интеллигенция и барыги заглядывали в такие местечки. Днепропетровск был крупнейшим промышленным центром Украины. Несколько заводов работали в две, а то и в три смены. А потому прогулок в ночное время было просто не избежать. Девушки старались не ходить поодиночке, ведь маньяк в основном охотился по ночам. Ну и куда же без активистов? Пролетарские молодежные организации появились в России еще до революции. Возникали они стихийно, существовали бесконтрольно. Однако все изменилось, когда появился он. Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи. Нет в истории других примеров такого мощного молодежного движения. Секретарь заводской комсомольской организации лично присутствовал даже при допросах потерпевших. А в город тем временем стягивали все милицейские резервы. И на короткий срок изнасилования прекратились. Ну как только 3000 сотрудников милиции были из города выведены, буквально на следующий день было совершенно очередное изнасилование. Лучшие следователи работали по этому делу и не могли вычислить преступника. Преступник никогда не оставлял следов. Казалось, он знает о каждом шаге поисков. Но никому и в голову не пришло проверять самих помощников. Три года серийному убийце удавалось дурачить следствие. Начало 70-х запомнилось дефицитом колбасы, ботинками на копытах, открытием планетария в Днепропетровске и выходом на экраны знаменитого фильма «Джентльмены удачи». Хотелось верить, что преступники такие и есть. Простоватые, глуповатые и немного сентиментальные. Днепропетровский мучитель был не похож на таких преступников. Он получил кличку «Ночной демон». Одна из девушек очнулась, когда преступник что-то искал в ее сумочке, но инстинктивно почувствовала, что лучше притвориться мертвой. Рисованный портрет или фторобот с участием специалистов она сделать не смогла. Но в милиции она сказала четко, что я не могу обрисовать и помочь художнику или специалисту сделать фторобот или рисованный портрет, но если я увижу этого человека, я его опознаю. Тогда решили применить другой прием. Каждый день потерпевшая вместе с сотрудниками в штатском выходила на прогулку. Они гуляли по паркам, сидели во дворах, катались на общественном транспорте. Они зашли в трамвай, ехали в трамвае. И вдруг она в трамвае увидела того самого человека, который ее насиловал. Это был молодой парень в возрасте примерно 22 года. Она тут же показала вот этого парня, заместителю начальника уголовного розыска, но между ними расстояние были люди. Внезапно красивый статный молодой человек засуетился и буквально на ходу выскочил из трамваи. Догнать его тогда не получилось, но в отличие от девушки, заместитель уголовного розыска запомнил подозреваемого хорошо. Человек, изображенный на фотороботе, похож на молодого одного человека. Но это был непростой человек. Это был освобожденный секретарь комсомольской организации, оборонного завода. Комсомольская организация была на правах райкома. То есть это фактически секретарь райкома комсомола. Когда доложили, что подозреваемый никто иной, как Александр Берлизов, началась полная неразбериха. Даже прокурор не решился выдать санкции на арест. И потом Берлизов работал на Южмаше, оборонном предприятии, куда без тщательной проверки ни одного сотрудника не примут, тем более преступника. За Берлизовым установили наружное наблюдение. И каким-то чудом следователям удалось провести обыск у него дома и в местах пребывания. У него обнаружили какие-то вещественные доказательства, определенные предметы буквально со всех жертв. Оказалось, что действительно маньяком оказался вот этот Александр Берлизов. На момент расстрела преступнику было 20. Своё первое преступление он совершил в 17. По одним данным, он изнасиловал 42 женщины, по другим – больше 50. В уголовном деле фигурировало 9 погибших. Каждая из них перед смертью узнала секретаря райкома, который стал первым сексуальным маньяком Советского Союза. Это всё, о чём мы успели рассказать сегодня. Будьте осторожны и внимательны. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!